Далёкие города и заповедные уголки мира в авторской программе Дмитрия Крылова непутёвые заметки. Доброе утро. Сегодня и в ближайшие дни мы отправимся в путешествие по стране, с которой меня связывают особые отношения. Эта страна была моей первой за границей 35 лет назад. Сейчас я прилетел самолётом, самым ранним рейсом, меня очень приветливо встретили. А 35 лет назад я пересёл границу этой красивейшей страны на броне танка. Это было 21 августа 1968 года. Эта турпоездка называлась «Оказание интернациональной помощи братскому чехословацкому народу». Мои однополчане Вася Коврижный, Женя Маслов, наш замполит-майор Марат Ильбович Рабер и другие мои сослуживцы, с которыми я тянул трёхлетнюю армейскую лямку, всем привет, прямо как в поле чудес. Так вот, 35 лет назад я участвовал в оккупации этой страны. Люблю я рассветы, рассветы над Прагой, и первых трамвая весёлый маршрут. Живи, моя Прага, красавица Прага, Тебя золотою недаром зовут. Все сто твоих башен тебя караулят. Надёжные люди тебя берегут. Старилая Прага, красавица Прага, Тебя золотою недаром зовут. Сто тысяч улыбок ты мне подарила, И я не забуду хороших минут. Живи, моя Прага, красавица Прага, Тебя золотою недаром зовут. Так что теперь вы понимаете, с каким ощущением я приехал в Чехию. Васловская площадь. Это она показана в кинохронике августа 68-го года. Наступил час, когда оборону социализма в Чехословакии, оборону всего Содружества социалистических стран, выполняя интернациональный долг, были обязаны немедленно взять на себя её союзники. Это было трудным, драматическим решением. Но промедление, нерешительность в этот момент были опасны для дела социализма и мира. 21 августа союзники Чехословакии нанесли здесь, силам мировой реакции, серьёзный упреждающий удар. Сегодня кроме гранитной плиты в память жертв интервенции уже ничто не напоминает о тех годах. Сейчас путеводители написаны, цитирую по тексту. У Васловской площади два лица. Днём это элегантный район, ночью царство кричащей эротики. Ни в одном другом месте матушка Прага не даёт так ясно понять, что она тоже может быть грешной женщиной. Вечером её косметика меняется. Как только зажигается неоновая реклама, изысканная дама превращается в ночную бабочку, жаждущую утех и наслаждение. Ну, за валюту, естественно. А с утра всё меняется, и площадь вновь кишит туристами со всего мира. Итак, доброе рано, дорогие содруги. Як сэмата? Доброе? Ну и отлично. Тогда в путь. Нас ждёт красавица Прага. Начнём мы с цитаты. Эти слова принадлежат известнейшему во всём мире художнику. Кто угадает его имя до того, как я его назову, получит у нас в агентстве путёвку на двоих в Прагу. Итак, слушай, страна. Прага – одно из величественнейших мест, часто заставлявшее меня мысленно возвращаться в Рим, похожий на Прагу гораздо больше других городов. Описание моих впечатлений не было бы полным, если бы я не упомянул о великолепии праздника, когда в цветущих по весне дворцовых садах аристократическая красота пражских женщин, их прелесть и элегантность, их нежный поступь в сочетании с буйством красок и их нарядов напоминали мне Дантофрай. Ну, все знаки. Так кто это так витиевато выразился о злате Праге? Не знаете? Компьютер показывает, что мы получили 7 841 звонок за это время, но никто не дал правильный ответ. Лишь один телезритель из подмосковных мытищ точно назвал это имя. Вот он и поедет в красавицу Прагу нынешней весной. Имя телезрителя – Дмитрий Крылов. А слова эти о Праге принадлежат Агюсту Родену. В полдень на дворцовом... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Итак, мы продолжаем наши прогулки по Праге. Глядя на этих декоративных солдатиков, я вспомнил себя 35 лет назад. Нам было столько же. Я не знаю, о чем думают, что исповедуют эти юные швеки. Мы же были оболванены официальной идеологией. Нам внушали, что если бы мы не вошли в Чехословакию, войска НАТО и Бундесвера заняли бы братскую Чехословакию и против воли народа вырвали бы ее из лагеря социализма. И мы верили этому своими крошечными мозгами. А сердце говорило другое. Сердце болело. Но если это так, то почему же они нас так ненавидят? Почему они жгут наши танки? Почему плачут от бессилия? Они ничего не могли противопоставить этой тьме и тьме с раскосыми и жадными глазами. И все последующие годы я нес в душе чувство вины и раскаяния. Вот обо всем этом я вспомнил, пока глядел на этот театрализованный ритуал. Смена караула проходит под ли стен президентского дворца. Дворцовые ворота венчают странные скульптурные композиции. Я бы не сказал, что у меня какой-то уж особо извращенный ум, но поза воинов, согласитесь, все-таки двусмысленная. Вообще Прага оказалась ратаманкой. Я не о количестве публичных домов, секс-клубов и ночных бабочек. Их здесь больше, чем в любой европейской столице на душу приезжего населения. Но не в этом дело, а в самой атмосфере этой старинной красотки. А вот гляди-ка, только об этом и думает, только этим и занимается. Видимо, что-то в самом воздухе носится, какие-то флюиды. Мы были в середине марта, а что же происходит с людьми в мае? Можете сами домыслить. Но да если соберетесь, а май в Праге самое романтичное время, самое красивое и самое приключенческое. Нет, столица любви – это Прага. Но далеко не все здесь занимаются любовными глупостями. Вот молодые сторонники независимости Тибета. «Я тоже за свободу Тибета», – сказал я молодым революционеркам, и они согласно закивали головой. Прага – многоцветный город. В отличие от голубого Цуриха, здесь представлена вся палитра всех сексуальных, возрастных, социальных и национальных меньшинств и большинств. Все это есть и в любой другой столице, но в Праге это как-то более выпукло и по-праздничному весело. А какие здесь мордатые коты? Привет, девочки! Прага – дама капризная и привередливая. Ну, оно и понятно – мировая красавица. Но даже она с благосклонностью принимает пластиковую карту Альфа-банка «Мастеркард», открывая ей в двери свою душу. То есть в ее галереи, музеи, сокровищницы и пражские ресторанчики. Знаменитая богемская кухня. Здесь готовят хрюшу. Ну, по-нашему, по-чешски, вепрево мясо, который подается в сопровождении неизменных кнедликов. Существует масса вариантов – картофельные или пшеничные кнедлики, кнедлики с салом или фруктами. Классическая богемская кухня – это суп-гуляш жаркое из хрюна и на сладкое оладьи с повидлом или фруктовый омлет. И самое главное – такой обед в дорогом ресторане будет стоить 600 крон. Это с видом на пражский град. А без вида – 300. А в пивнушке, где может оказаться все намного вкуснее – 100 крон. Одна крона равняется 1 рублю. Но в какой столице Европы вы сытно и вкусно пообедаете за 5 долларов? Вот в том-то и дело. Даю руки на отсечение. Нигде, кроме как в Праге. Вот эти ангелы тоже клялись. Но тогда времена были другие. В пражских ресторанчиках побывало много знаменитостей, но, уверен, даже швейку этому бывалому и бравому обжоре не предлагали пельмени морозов. А зря, уверен, он бы оценил. Морозов, попробуйте настоящее. Я еще не уехал отсюда. Мне уже хочется вернуться в Прагу еще и еще раз. Весной, летом, ранней осенью. Она во все времена хороша. Злата улочка. Когда-то здесь колдовали средневековые алхимики. По указу чешского короля Рудольфа II превращали в золото все, что попадалось под руку. Здесь же дом, где жил Франц Кавка. Он создал особый мир Праги. Город, где путник может бесследно затеряться. Лабиринт, из которого невозможно выбраться. В своем знаменитом процессе он описал собор Святого Вита. А таинственный замок – это отражение грача. Ну, Кавка сумрачен, а Прага – светла и беззаботна. В самом начале нашего очерка на кадрах «Кинохроники» августа 1968 года прозвучала чудесная песня композитора Кирилла Молчанова на стихи поэта Николая Доризо в неповторимом исполнении Владимира Трошина. Эта песня была написана к кинофильму «Майские звезды» в 1956 году. «Майские звезды» Ну, вы сами-то как? Не задремали? Ну, если было не скучно, то встретимся через неделю. Да, кстати, посмотрите внимательно на телевизионную программу. Мне обещали, что в ближайшее время мы будем выходить повторно, по будним дням. И я этому обстоятельству очень рад, потому что многие симпатичные мне люди не смотрят мою передачу и не потому, что их с души воротят. Но, правда, есть и такие. А просто они любят поспать. Ну, я на них не сержусь, это дело святое. Но мне все же жалко, ведь иногда бывают очень привлекательные места, в которых мне довелось побывать. А они это пропустили. Соня. Ну, с вами-то мы тоже ведь не чужие. Так что можете просыпать в непутевке совершенно спокойно. Потом на повторе днем посмотрите. Для заинтересованных поездки в Чехию в конце передачи мы даем телефон турфирмы. По-моему, я вас сегодня заболтал, но это возрастное. До встречи. Наследано. Дякую за внимание. Пока. Ваш Д.К. Чехия. Это модно и недорого. Звоните нам. Путевые советы. Красавица Прага. Тебя золотою недаром зову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok